Итак, джива – маленькая частичка величайшего Бхагавана. Параматма и джива, дживатма, они обе духовны. Но живое существо под влиянием Майи считает, что это я, и это все мое. Она отождествляет себя с телом, с этим умом. Если мы считаем себя равными Кришне, то мы не сможем служить, как мы будем служить. Только считая себя мельчайшим, мы можем служить. Майя заставляет нас думать, что мы равны Бхагавану. Сварупа Бхагавана, она не меняется, то есть положение Бхагавана неизменно. Джива же запутывается. Кто поймет Бхагавана по-настоящему в Татве? Тот никогда не вернется сюда, в этот материальный мир. Он не попадет никогда уже под влияние Майи, иллюзии. Такой человек знает, что Бхагаван санатана, также он знает Бхагавана в Татве, Татватам. И он достигнет лотосных стоп Бхагавана. Такой результат садханы, духовной практики. Если мы не узнаем о себе и о Бхагаване, нам не вернуться на Галуку, на Вайкунтху. Как сверхдуша, Господь присутствует в сердце каждой дживы и санкционирует всю деятельность этой дживы. Если джива хочет вернуться, то тоже сверхдуша дает санкцию, позволяет сделать это дживе. На самом деле сверхдуша дает все. Он дает все шакти, и солнцу, и луне. И он же санкционирует осознание сварупы дживы. Он находится в телах Брахмы, полубогов. Он все дает им в этом мире. Он всемогущий, всепроникающий. Он обладает абсолютным знанием. Параматма контролирует жизненный воздух в теле. То есть все эти процессы, болезни, все, что там происходит, все контролируется параматмой. Когда дживатма под влиянием Майи думает, я это тело, а все это вокруг меня, это мое, то она попадает в рабство Майи. Иначе джива будет понимать, что я слуга Кришны, я вечно Кришна Дас. И становится амагатвы, бессмертные. Джива получает жизнь благодаря параматме. То есть вот это, что у нас есть сейчас, все это благодаря параматме. Весь этот жизненный воздух, все наши силы от параматна. И куда пойдет атма после освобождения? Она пойдет к Верховному Господу. Те, кто неудачливы, они не идут путем слушания. Их не привлекает слушание. Они всегда думают о чувственном наслаждении. И во время смерти они получают новые тела. Снова-снова они приходят в этот материальный мир и страдают тут. Очень им благоприятно это. Они становятся деревьями, горами. То есть они получают неподвижные тела, став их отдыхом. Во время полного уничтожения, Бхагаван, он остается неизменным. То есть он никогда ни в каких ситуациях не меняется. Джива, даже во сне, она испытывает какие-то счастья, какие-то страдания. Откуда это все приходит к Дживе? Все это приходит также от Параматмы. Поэтому что нам говорит Господь? Джив Джага, Джив Джага, Гага Чандра Боря. Сколько можно спать на коленях у этой ведьмы Майя? Вставай. Тот, кто проснулся, тот освобожден. И это также санкционируется сверхдушью. Все здесь находится под контролем Всевышнего, Верховного. Кто думает не так, по-другому, он развивает ложную концепцию. Он думает, я и мое. Это я. И все тут мое. Параматма находится везде, во всех существах. Но она пребывает в одной и той же сварупе, везде. Параматма Антарьями. Он знает все, что мы думаем, все, что мы делаем. По-другому, сарватма. Он пребывает везде. Огонь, он единый. То есть огонь везде, в каком бы месте ни горел огонь, он имеет единую природу. Воздух, также единый. Он не отличается, воздух, тут, допустим, в этой стране или в другой стране. Так и параматма. Никто не может указывать параматме. Давать указания, приказывать. Мы не можем приказать параматме. На самом деле, она сама всегда диктует свои правила. Она всегда все делает в соответствии со своими желаниями. Солнце восходит, и все могут видеть. Да, когда солнце восходит, все могут увидеть его, кроме слепых людей. Так и Господь, Он пребывает в сердце. И те, кто имеет зрение, они могут его видеть. Те, кто не видят, они покрыты невежеством, тьмой Майи. Параматма не может попасть под влияние Майи. Она не может оказаться во тьме. Глупые люди думают, что Майя влияет на Господа. Но удачливые дживы, по милости гуру, они получают самбитврити, свет в сердце. И они могут понять, как Бхагаван является Адхокшиджи, как он проводит свои лилы. Они смогут видеть Бриндаван. Среди многих сознающих есть Верховный Сознающий. И Четана, сознание, исходит от него. Все сознание исходит от Верховного Сознающего. И удачливые люди, они могут понять, что Бхагаван, он всегда наслаждается, он наслаждающийся, он всегда наслаждается Прямагасы. Никто не может это делать. Джива должна установить отношения с Бхагаваном. И тогда Джива также будет наслаждаться с Господом Прямой. Тот, кто знает татву, может также знать Садчитананда Бхагавана. Он, Бхагаван Адхокшиджи. И через материальные чувства, благодаря материальным чувствам, нам не понять его. Как его понять? Пока он не появится перед нами, мы не сможем его понять. Перед тем, кто знает свою Сварупу и Сварупа Бхагавана, он проявляется. Он освещает все. Кришна освещает все. Его свет превосходит свет солнца, луны, любых светил. Он дает и солнцу, и луне способность светить. Он дает им свет. Любой свет не может удалить тьму Майя. То есть, свет этого материального мира не может удалить эту тьму Майя. Только милость Кришны. Если мы не устраним тьму Майя, мы не увидим Кришну. Бхагаван по своей сладкой воле проявляется перед бхактами. Непредный не может его увидеть. Ученые думают, что мы видим благодаря свету солнца, да? Что благодаря вот этим фотонам мы можем видеть что-то. Но это неправильно. Свет, истинный свет, исходит от Бхагавана. А это все здесь внешняя энергия Бхагавана. Тут в этом мире ничего не способно существовать без милости Бхагавана. В итоге, любой свет, все, что бы там не было, все исходит от Бхагавана Кришны. Но кто может это понять? И получив милость Гуру, нам не понять это. Нам нужно обратиться к Гуру, чтобы в итоге обрести знание. И к какому Гуру нам надо обратиться? Кого надо спрашивать? Шроттрем Брахмаништам. Нам надо идти к Гуру, который сам слушал от своего Гуру Шроттрем. И он утвердился Брахмаништам. Он стал очень устойчивым, стоп Господа. Нам надо идти к такому Гуру Падападму. И служить, вернее, слушать от него. И тогда мы сможем понять, что такое Атма и что такое Параматма. И уже никогда мы не вернемся в этот материальный мир.